К сезону 2015-2016 Кубок Европы проходит в обновленном формате. Кубок не только сменил название, отказавшись от прежнего, но и стал более представительным, включив 56 команд вместо 48, которые были в прежнем формате. Целью Кубка является стать вторым по значимости турниром Европы. Именно с этим связано расширение географии и увеличение участников. Все участники разделены по географическому принципу на две категории. Каждая конференция состоит из семи групп по четыре клуба. Еще? Все или еще говори? Говорим дальше. Ютинский химик попал во вторую конференцию, где на первом этапе сыграет в группе L с эстонским Тартурок кипрской командой ETA и литовским Ювентусом. В рамках группового этапа команды сыграют друг к другу дома и на выезде. В следующую стадию турнира пройдут по две лучшие команды. Окей. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Капитан команды, pontvereчные лезть Сurning Ламов. Момера красный противARK из OWN. Момера 11. Беннад Фейзер. Момер 12. Женщина большинства денег. Момер 13. Александра Ильича. Момера 21. Александра Прокоденко. Мормера 22. Шстoova无ият. Момера 24. Вряд ли он полагает. Момер 14. Панекса fazia них nada. Момер 155-женщина евразии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Между местным Химиком и литовским Ювентусом Напомню, что сегодняшние соперники вместе с эстонской командой Tarturok И клубом ETA из Кипра Составляют квартет группы L Кубка Европы И результат данной игры имеет определяющее влияние на итоговую расстановку сил Химик, несмотря на отсутствие поражений, до сих пор не гарантировал себе выход в следующий раунд А Ювентус на данный момент с показателем 2 победы и 2 поражения занимает третью строчку И только победа в Южном может устроить литовцев Коллектив Олега Юшкина может позволить себе проиграть этот матч Но тогда судьба путевок в следующую стадию будет решаться в домашней игре с эстонцами Чего, конечно же, не хотелось бы допускать Тем интереснее для нас Так как в спорткомплексе Олимп сегодня ожидается нешуточная битва И мы, дорогие друзья, с вами будем ее осведениями Итак, до начала матча у нас остается 2 минуты И за это время предлагаю вспомнить недавние события из жизни обеих команд В прошлую субботу как Химик, так и Ювентус провели свои матчи во внутренних чемпионатах Гости сыграли на выезде с командой Витаутас Проиграли с большой разницей 89-65 И на данный момент Ювентус в чемпионате Литвы занимает четвертую позицию Имея 6 побед и 5 поражений Что же касается гостей, баскетбольный клуб Химик Свой последний матч в чемпионате страны проводил в ту же субботу Против киевского Динамо Все, кто интересуется украинским баскетболом, конечно же, помнят этот матч В некоторой степени сенсационный матч Так как Химик потерпел первое поражение после 37 матчей победных Для южницкой команды Со счетом 65-68 победу праздновали киевляне И как видим, оба сегодняшних соперника Все-таки, скорее всего, их поражения были связаны с серьезной подготовкой к этому матчу Потому что он несет определяющее значение как для одной, так и для другой команды Сразу сделаем несколько замечаний по поводу травмированных игроков в составах команд У Ювентуса отсутствует Эдгарас Станионис И непонятен вопрос по Арминосу Урбутису Запасному центровому команды Андернаса Сирейки Который получил травму как раз в первом матче против Химика дома И сегодня он на разминке присутствовал Но посмотрим Вел он себя, разминаясь, довольно пассивно Так что возможен вариант с его отсутствием и в этом матче Итак, стартовые пятерки команд уже можно называть Гости начинают встречу в таком составе Роланда Салиев, номер 33 Эгидиус Димша, номер 21 Он будет бороться на джамболе Мартинос Линкевичус Спенсер Баттерфилд И Эдгарас Желенис Итак, первая атака за Химиком Мяч у Владимира Конева Вместе с ним начинают встречу Сергей Попов Мэттью Шоу, который только что выполнял бросоки за дуги Брэндон Фрейзер и Александр Антипов Конев забивает трехочковый бросок Тем самым демонстрирует свое серьезное намерение в этом матче Именно он является лидером атак южненской команды Димша получает мяч под кольцом И полукрюком отправляет того в корзину 3-2 Прозевали южненцы центрового Опытнейшего центрового литовской команды А это Брэндон Фрейзер отвечает Очередным трехочковым броском Сергей Попов, как всегда, очень активен в защите Именно он будет опекать Роландоса Алиева Судя по всему Желенис Средний бросок Через руки защитника Все мы, конечно же, сегодня Как болельщики из Южного Так и по всей Украине Мы болеем за Химик Это единственная команда Представитель нашей страны В Еврокубках в этом сезоне И, конечно же, хочется, чтобы Наши прошли как можно дальше Все для этого сделал Олег Юшкин И Виталий Степановский Это главный тренер, его помощник Но Очень серьезная закрутка Намечается в группе L И посмотрим Как сегодня Сыграют наши соперники Потеря для Ювентуса И с мячом Брэндон Фрейзер Который не спеша Пересекает Центральную линию Антипов Отдает на Попова Тот проходит дальше по лицевой Сбрасывает на Конева Но скидка неудачная Но Шоу возвращает мяч Коневу на периметр Владимир бьет три Но мажет в этой ситуации Но Посмотрите на Капитана Химика Сергей Попов Просто красавец Вырывает он мяч Прямо из рук соперника Шоу разворачивает Задевает Практически средний бросок Можно и так его назвать Средний бросок Со средней дистанции Брэндон Фрейзер Опекает Алиева Пенсер Баттерфилд Его обокрал Антипов Попов Классная скидка На вход Фрейзеру И тот забивает Простейший бросок 10-4 Химик впереди Так 14 секунд Остается У команды из Литвы После нарушения Владимира Конева Линкевичус Сложный бросок Выполнял Но отбились Южницы в этой атаке Конев Успевает отдать На Фрейзера И тот мчит Под кольцо И забивает Брэндон Фрейзер Очередные два балла Для него И для Химика 12-4 Грозное начало В исполнении Хозяев Баттерфилд Его сдваивание На нем Играют Южницы Отдает На Линкевичус А тот Бьет Трехочковый бросок И забивает Мартинес Линкевичус Является Одним из Трех Самых Результативных Снайперов Команды Антона Сосирейки Попов Неплохо Разорвал дистанцию Но это был Двухачковый бросок Несвойственным Ему работу Выполняет В данный момент Сергей Попов Мэтью Шоу В том эпизоде Фалит И мяч Переходит К команде Из Литвы Ироландас Алиев Или Алиевас Как угодно Называйте В Литве Его называют Алиевас Но Этот игрок Знаком Украинским Болельщикам В сезоне 2011-12 Он Провел Полсезона За Будивельник И кстати Переходил он Киевский клуб В ранге Лучшего Ассистента Чемпионата Литвы Вот такие вот люди Играют В составе Сегодняшнего соперника Химика Который Атакует Из-за дуги В лице Владимира Конева Но Бросок Казалось бы Уже мяч Погрузился в корзину Но Каким-то Неимоверным образом Он ее покинул И 12-9 Литовцы Немножко Подтягиваются В счете Баттерфилд Не думай Выполняет бросок И забивает Спенсер Баттерфилд Который В среднем Больше 15 очков Приносит Команде В Кубки Европы Вот Демонстрирует Своё умение Забивает Трёхочковое Конев Неплохая Скидка На шоу Тот борется Под кольцом И забивает Два с полом Вся скамейка Кимика Приветствует Результативную Атаку В исполнении Американца Мартина Слинкевич Получает Фол В этой ситуации И Мэтью Шоу Забивает Свой бонусный Бросок 15-12 Бенцера Но вернулся На периметр Шоу Будет действовать В одиночку Есть время На атаку Еще Кимика Попов Проходит Сбрасывает На Антипова И Опытный На атаку Проход по лицевой от Линкевичуса и перехват Попов успеет выполнить пас И Антипов, ну как же так, Александр Антипов должен забивать такие броски Совершенно свободный бросок Выполнял Антипов Отличный пас под кольцо на Желениса Нет, не Желениса, извините Это Раймунда Сданис Тяжелый форвард в составе Ювентуса Замена от Олега Юшкина в Беликов Меняет Мэтью Шоу И также отметим появление в составе Химика Александра Рыбчука Алиев Пытался пробросить мяч между сдваивающимися игроками И владение для Ювентус Алиев переводит мяч налево и его выпускает Данис за линию Пас был неудобен, конечно же, для Раймунда Саали И Даниса, который выполнял Алиев Итак, Рыбчук неплохо увидел Антипова, но мяч переходит Беликову Вот тот перевод на Попова Опять Антипов сбрасывает на Фрейзера на ногу Фрейзер пытался сыграть Антиповым двоечку Но в итоге вот так вот бьет трехочковый бросок И не забивает Брэндон Фрейзер К сожалению для Химика А это игра спиной от Линкевичуса Не сумел забить Мартинас Но на подборе классно Отборолся Эгидиус Димша А вот и появление Вячеслава Петрова Которого я забыл упомянуть в контексте травмированных игроков Получил он повреждение в матче с Динамо в прошлую субботу Но, как видим, обошлось И сейчас Лава на паркете И имеет возможность увеличить преимущество своей команды Но пока оно уменьшается 18-16 После точного прохода от Роланда Салиева То, чем, собственно, славен этот игрок Именно своим проходом под кольцо Не сказать, что он обладает какими-то снайперскими навыками Но то, что касается прохода и агрессии Это как раз про него Итак, Петров В борьбе под кольцом Теряет мяч И мы видим, что Антон Астерейка готовит замену Айдас Висконтас Меняет Алиева Замена по позиции И по времени игровому Так и поступал Антон Астерейка Практически во всех матчах Кубка Европы Дальний бросок от Даниса Не забивает И атака Химика Может быть, быстрый переход Нет, замедляется Брэндон Фрейзер на Беликова Того зажали в бутерброд На поступах к трерсекундной И дальний бросок от Репчука Не летит в корзину соперника 35 секунд И плюс два для Химика Линкевич из роли разыгрывающего Отдает на Баттерфилда И Репчук Как же классно действует Репчук В защите И забивает левой рукой в проходе После быстрого отрыва Хорош Репчук в этом эпизоде Ничего не скажешь Отработал на полную Итак, Висконтас Обыгрывает Петрова Проходит под корзину И довольно просто Набирает свои очки Фрейзер Есть время На проход И забивает Брэндон Фрейзер Прямо под сирену Это же, конечно Будет засчитано И при счете 22-18 Команды идут На первый перерыв В этом матче Антонас Сирейко Сейчас что-то высказывает Своим ребятам Опытный наставник Является Одной из примечательных личностей В составе Гостей из Литвы Принял он команду В этом межсезонье Как раз Под Еврокубки Ювентус в этом сезоне Дебютирует На Евроарене И как раз С этим и связано Приглашение Именитого тренера Который, конечно же Всем известен Своими титулами Работая со сборной Команды Литвы В 2003 Он выигрывал Чемпионат Европы И в 2004 году Сборная Литвы Под его руководством Дошла до Полуфинала Олимпийских игр Это, конечно же Весомые поводы Для гордости И с этим, конечно же Приходится считаться Ну а на клубном уровне Антон Астерейко Конечно же Известен Своей работой С Усуниксом И с Жальгересом Ну и еще Можно отметить Лиетовас Ритас Но там был Совсем Непродолжительный Промежуток времени Итак Химик на паркете Ждет своего соперника Немножко Задерживается Литовская команда Видим, что Появляется В составе Ювентуса Шалон Льюис Еще один легионер Одна из Общих Особенностей Для обеих команд И уж Как у Химико Так и у Ювы По два легионера В составе Остальные все Представители Той страны Из которой Собственно команда Ревчук получает Мяч на дуге Отдает на Беликова Петров Вытягивается на периметр Ставит заслон Фрейзеру Пытались Разменяться Игроки Но Происшел обратный Размен Фрейзер Нужно бросать Время Заканчивается на атаку Но Бросок Фрейзера Не удался И Шаван Льюис Атакует корзину Второй раз подряд Шаван Льюис Забивает Средний бросок В этот раз В быстром отрыве И 22-22 Двойки на табло Ревчук Бьет издали Не забивает Александр И Может быть Контратака В исполнении Литовского клуба Который выходит Вперед И делает Это Эдгар Желенис Мгновенная Реакция От Олега Юшкина На Рывок 6-0 В исполнении Гостей Если Говорить Еще О Похожих Вещах Которые Можно Сказать О Сегодняшних Соперниках То Их Довольно Много Во-первых Это Город Точнее Города Как Южный Так Утена Домашний Город Ювентуса Является Небольшими Провинциальными Если так Можно Выразиться Городками Даже Примерно Численность Населения Одинаковая Клубы Клубы Довольно Молодые Но Вернемся К Происходящему На площадке У Химика Пока Минус Два И В этой Атаке Это Может Измениться Беликов Классную Двоечку Играет Фрейзер С Беликовым И Последний Выжимает Максимум Ситуацией Делая Два С Фолом Эдгар Зеленис Фолит Тем Самым Зарабатывает Первое Персональное Замечание И Тайм Аут От Сирейки Затяжная Четвертая Четверть Уже Не сыграно Еще и Двух Минут Как Оба Наставника Уже Использовали По одному Тайм Ауту Здесь, конечно же, очень высока цена ошибок В этой игре И это, конечно же, понимает как один специалист, так и второй И Напрямую Влияют на игру с помощью Этих минутных перерывов Чтобы вносить Мгновенные корректировки Которые они считают необходимыми Итак, вторая четверть Возобновляется при равном счете Александр Беликов На линии штрафных бросков Один бросок для него И он его забивает И сразу же уходит на скамейку В игре Виталий Мальчевский Беликов Беликов, между прочим, в составе Химика Самый эффективный игрок В пересчете на 40 минут Это значит, что Максимально продуктивно Он использует Отведенное ему время на площадке И это, конечно же, ценит Олег Юшкин Выпуская игрока именно в те моменты Когда он действительно нужен Итак, нападение Ювентуса Висконтас Время на атаку истекает 5 секунд у гостей На ее проведении Алиев неплохо развернулся Но как-то медленно пошел в проход И нарывается на блокшот И Фрейзер Пробирается под корзину Отдает на Мальчевского И Виталий Набирает 2 очка Мисконтас На периметр На Алиева Тот перевел на Даниса И тот точный средний бросок Привозит в корзину Химика Не дают оторваться Южненцам литовцы Петров просил мяч Получает Вытягивает на себя двоих Отдает на свободного Фрейзера Но тот совсем уж не точный треху Пускает в сторону кольца Соперника Ай-яй-яй-яй Как же так Провал сейчас в защите У Химика Мы наблюдали И конечно же Негодует Олег Южкин Такого Случаться не должно Фрейзер Подержал на спине Алиева Сбрасывает на Мальчевского Но Петров боролся На отскоке Но не сумел Выловить мяч Алиев Его проход Скидка на Желениса И Данг В исполнении Эдгарса 27-30 Рябчук Отдает на Фрейзера Фрейзер Бьет Трудновато Но все-таки забивает Брэндон Фрейзер Двойная замена У Химика Сидоров и Шоу Вступают в игру Ну Шоу Возвращается на паркет А Сидоров Пока дебютирует В этом матче Висконтас Висконтас Не дал ему пройти Дальше Мальчевский Сидоров Разгоняет атаку Химика Проходит Висконтас Неплохим движением Перевода мяча За спиной И фалит Айдас Висконтас А это появление Саулюса Кульветиса Он играет Под 12 номером И возвращение В игру Мартина Салинкевич Сейчас Для того чтобы Провести атаку Мяч у Сидорова Эгидиусу Димша Дают Персональное замечание И опять 14 секунд Для Химика Сидоров Переводит на Ревчука Шоу Получает мяч Делает небольшой степбэк Но средний бросок Неудачен В его исполнении И атака Юве Льюис Уперся Он в Ревчука Вернулся обратно Мяч у Алиева Опять прозевали Игрока под кольцом На этот раз Это Льюис Набирает Простые очки Ревчук Неплохо отделался Своего защитника Перевел мяч На трехочковую На Сидорова Очень плотно Здесь что-то не поделил Команда Из Южного Чаще всего Сама диктует Правила игры Но Видим что Инициатива Перешла К игрокам Литовского клуба И Вот такие вот Точечные провалы В защите Когда Игроки Соперника Набирают легкие очки Из-под корзины Получая прямую передачу Это конечно же Недопустимо Эти моменты Стоит Убрать С игры Химика Как можно быстрее И конечно же Стоит Очень внимательно Действовать С игроками Ювентуса Так как Свободные броски Практически все Они забивают Это команда Из Литвы И все Конечно же Знают Литовскую школу Школу баскетбола Даже Те же Бигмены Димша И Желени Смогут Поливать Из-за дуги Если они Свободны Итак Видим атаку Химика Мальчевский Понял Конев Занял позицию Получал мяч И в это время На нем Сфалил Мартинос Линкевич Второй Для него И четвертый Для Ювентуса Неплохо Репчук Отдал Инбаум На Конева Который Забивает Трехочковый Бросок Илья Илья Сидоров Слишком активен В опеке Льюиса Американец Поймал Таву На Нарушении Льюис Проходит Притормаживает Но Выждал момент Исаулюс Кульветис Вот так вышел На замену Резервный Большой Антонаса Сирейки Я бы сказал Даже что Он Третий Игрок В ротации На позиции Четвертого Но Вот так вот Позволяют Игроки Химика Набирать Легкие очки И видим Вернулся На площадку Вячеслав Петров Он Добавит Мощи Под Кольцом Как На одной Так и На второй Половине И конечно же Это Присутствие Петрова Это конечно же Позиционный Баскетбол Сидоров Перевод На Конева Петров Вытягивается К нему Рябчук На Петрова Действует Один Петров В принципе Мок В этой ситуации Он и продавит Спиной Хотя бы Попытаться Это сделать Есть у него Преимущество Над тем же Димшей В массе Аликиушкин Возвращает Фрейзера В игру Вячеслав Петров Бьет Штрафные Броски Оба Залетают 33-36 Шавон Шавон Льюис Стучит Мячом Заслон От Димши Классная Двоечка Мгновенно Проваливается Эгидиус Получает Мяч Но В итоге Решил Переводить Его Налево Залетают Желёнис Желёнис Меняет Димшу И видим Что В данный момент Ювентус Играет Без центровых Бара Бигменов Кульветис Желёнис И довольно Мобильный Состав Сейчас На площадке У Ювентуса Петров Получает Мяч В лоу-посте Переводит На Репчука Классный Перевод И Александр Репчук Забивает Трехочковый Бросок Сравнивая Счет 36-36 Две минуты Остается Сыграть В первой Половине матча И Репчук Его фолл На Роланда Сиалиеве Второй фолл Для Репчука И четвертый Для Химика Будут пробиваться Все Последующие Нарушения Опять Играет Пик-н-ролл Алиев Очень классная Комбинация В итоге Два очка Набирает Кульвьетис Очень неплохой Отрезок Он проводит Брэндон Фрейзер Отдает на Петрова Может действовать Один в один Сбрасывает На шоу И Мэтью Шоу Забивает Комбинация Хотя бы С минимальным Но преимуществом 39-38 Оно сейчас У Химика Есть Льюис Очень активен Этот игрок В последние минуты Репчук Забирает Подбор Запускает На Конева Владимир Эдгарас Действует В одиночку Против Шоу И Бросок Выполнял Кульвьетис Все тот же Брэндон Фрейзер Притормозил Отдает на Конева Тот отличный Перевод Делает На Репчука И мяч у Петрова Классный Вход от Фрейзера И Слава Петров Записывает Семей счет В результативную передачу Ну а Брэндон Фрейзер Еще два очка На свой счет 41-38 Антона Сирейко Берет минуту Вот так качели Во второй четверти Если в первой Десяти минутки Мы видели Что команды Начали Немного осторожно Было там Перепалка Небольшая Химик забил Парочку Трехочковых бросков На старте Но потом Игра выровнялась И Соперники Приценились Друг к другу И сейчас Мы видим Уже Что называется Конкретную зарубу Пока Плюс 3 Для Химика И 20 секунд Последние 20 секунд Первой половины матча Которые нужно провести Максимально эффективно Дабы пойти на большой перерыв С максимальным заделом Ну и потом уже делать работу над ошибками По первой Половине игры Мечом будут владеть гости из Литвы Ну а Химика Конечно же постарается сыграть прессинг Сдваивание на Льюисе Сергей Попов Опекает Алиева 10 секунд Спенсер Баттерфилд Выпустил бросающий состав Конечно же на эти последние секунды Антонас Сирейко И Как-то уж совсем Неудачный бросок В исполнении Баттерфилда Несвойственно ему Настолько Не точно Бросать из-за дуги И немножко Времени для Химика Фрейзер пробирается дальше Под кольцо И Залазит под Большого Но не сумел забить Брэндон Фрейзер Итак 41 38 Три очка преимущества для Химика И на этом мы идем на большой перерыв И вот, дорогие друзья, большой перерыв И новенькие развлечения Тот момент, когда зависло под расстояние между Юмором и Савитимиком Звучит прилично На сцене ваш любимый исполнитель Господин Певза разрешил сегодня Сыграть себе любимые мелодии И первая из них посвящается Женщинам Сувенир звучит Знаменитая мелодия Романтическая и волшебная Романтическая и волшебная Романтическая и волшебная Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok И этот матч является архиважным как для одной, так и для другой команды Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Димша Добавил субтитры DimaTorzok 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 Досадные, конечно же, промахи в исполнении DimaTorzok самого результативного игрока Химика по сезону а это Спенсер Баттерфилд самый результативный игрок в составе ивентуса подтверждает свое звание средним броском речу перевод на фрейзера в центр двоечка с петровым от фрейзера в итоге опять мяч у репчука не занял позицию петров дабы комфортно получить этот мяч скорее всего поспешно выполнял эту передачу фрейзер же леонис и его трехочковой бросок забивает от гаражи леонис видим что на старте второй половины большие и вентуса бросают трехочковые это скорее всего установка тренера вытянуть переднюю линию химика на периметр если они туда не идут то забрасывать их трешковыми бросками и так петров неплохо увидел конева но под сирену выполнял бросок владимир он не точен и спенсер спенсер баттерхилд опять видим димшу на периметре и желеонис один одинешенек в углу но на этот раз он прощает защиту химика фрейзер ай-яй-яй он уже видел эту передачу он уже видел забивающего конева быстром отрыве но выпустил мяч последний момент опять ошибка у химика фрейзер неплохо входил в трехсекундную конев нужно бросать время на атаку истекает брэндон фрейзер зачем эта скидка непонятно брэндон фрейзер в принципе уже обошел по лицевой своего защитника можно было пытаться одному набирать очки в этой атаке все время на атаку истекало полностью не было даже секунды спенсер баттерхилл александр рыбчук валил на баттерхилде третий для него и третий между прочим уже для химика савлюсь кульветис возвращается в игру очень неплохой отрезок он провел во второй четверти когда получил от главного тренера время а вот и штатный дальнобойщик ювентуса мартина с линкевичу с его три балла в корзину химика и мы видим счет уже таким образом становится 43 50 в пользу гостей и это конечно же не может никаким образом радовать не олега юшкина не весь тренерский штаб химика и болельщиков 7 очков преимущества литовской команды были добыты буквально за последнюю минуту ну а химик который уходил на большой перерыв при разнице в счете плюс 3 в свою пользу сейчас пропускает рывок 10-0 а Субтитры подогнал «Симон» Без замена в составе «Ювентуса» У «Химика» лишь отметим появление Попова Который отдает пас на шоу Тот переводит на Фрейзера Не может занять нормально позицию Петров Очень классно с ним играет в защите Гидиус Димша Выталкивая того из трехсекундной зоны Либо же просто преграждая тому нормально получить передачу от своего партнера Спенсер Паттерфилд Кульвиетис, отличная скидка от Саулюса Кульвиетиса Вот так взаимодействие Если это наигранная комбинация, то просто аплодисменты Аданасу Сирейке Фрейзер Забивает три балла Очень важные попадания для Брэндона Фрейзера Это может вернуть «Химик» в игру Вернуть в чувства Нужно работать в защите команде Олега Юшкина И опять трехочковый бросок пропускает «Химик» Нет, это был двухочковый бросок Исполнение Саулюса Кульвиетиса Показалось, что он был настолько далеко, чтобы быть трехочковым Но нет А это ответ от Владимира Конева Алиев смотрел за движением партнеров Отличная перепасовка В исполнении игроков литовского клуба И потеря Раймунд Азданис Меняет Линкевичуса Конев неплохо увидел Попова И капитан забивает трехочковый бросок Хладнокровный Сергей Попов Кладет три балла И тем самым счет у нас теперь 51-54 Эгидиус Димша На нем фолит Попов Можно считать этот фол тактическим Потому что если бы Димша получил мяч В этой позиции То, скорее всего, продавил бы Попова Неплохо перекрывают сейчас игроки Химико линии передач Но в итоге все-таки сумели Выкрутиться игроки Ювентуса И Петров перехватывает И будет бит сверху Вячеслав Петров Это его отрыв Это эти очки должен был набирать именно он 53-54 Химик догоняет своего соперника И не дает тому уйти в отрыв Очень своевременно включился в борьбу Южинский клуб И мы в скором времени можем увидеть еще одну смену лидера в этом матче Тайм-аут от Антона Сассирейки Тайм-аут от Антона Сассирейки Видим, что теперь не торопится выходить на площадку Химик Сергей Попов Опять прилип он Калиеву Тот его прошел И фалит Попов в этом эпизоде В принципе можно обозвать эту ситуацию Как фол, которого могло бы не быть Совсем лишнее Здесь нарушение И Алиев На линии штрафных бросков У Химика уже 5 командных Опытный разыгрывающий кладет оба броска И замена в составе Юве На паркет выходит Шавон Льюис Брэндон Фрейзер Один стоял Попов Получает он мяч Проходит дальше Но выпускает того из рук И подбор Перехват за Эдгарсом Желенисом И снова видим мяч В руках Алиева Тот отдает на Даниса В итоге Бросок выполнял Желенис Не забивает И это шанс Для Южненцев Шоу Поднял вверх руки Получил мяч Опять просит Конев Выполняет дальний бросок И забивает Владимир Конев Важнейшее попадание Которое сравнивает счет 56-56 2.40 До завершения Третьей четверти Кульмиетис Антипов и Репчук Вышли на площадку И чем-то недовольный Мэттью Шоу Ушел отдыхать В составе В составе Ювентуса Также Замена Айдас Висконтас Появился в игре Поменял он Даниса Кульмиетис Кульмиетис Очередную Очередную треху Пошло У американца Стоит ему Скорее всего Пользоваться этим Брать на себя Но не стоит Перегибать палку Что он неоднократно Делал в этом сезоне Чувство меры Сегодня Превыше всего 59-57 Химик выходит вперед Димша вернулся в игру Тем самым Вместе с Желенисом Составляет Сильнейшую пару Больших В составе Ювентуса Репчук Его дальний бросок На подборе Отборолся опять Петров И как-то Сложно Забрался он Под соперником Выполнал этот бросок Хотя подбор в атаке Конечно же стоит отметить Для Петрова Сейчас он что-то Выяснял У арбитра Который отдает мяч Литовцам Сейчас как-то С фрейзером На фолл трабл Как одного Так и второго И тогда уже Можно сказать Дело в шляпе Дальний бросок От Конева Не точно И Репчук Опять в центре Внимание Очередной фолл Для него Ленкявичус Возвращается на паркет Таким образом Мы видим Что опять Роль центрового Будет выполнять Эдгар Эдгар Сжилионис Легкая бегущая пятерка Сейчас у Ювентуса И Вспомним Что Такой же легкой пятеркой Во второй четверти Ювентус сделал Отличный отрыв Антипов Даблтим на нем И Данис Немножко Переусердствовал И 14 секунд На счетчике Для Южненцев Фрейзер Вылавливает Такие эту передачу Опасный пас Но Мяч остается У Химика Последние 30 секунд Третья четверти Фрейзер Сейчас неплохо Разобрался На видении Чудеса Дребинга Просто демонстрирует Южненский легионер Тем самым Заслужив порцию Аплодисментов От зрителей В зале Тем временем Мальчевский Поменял Мэтью Шоу И Своей очереди Ждет Илья Сидоров Да Он меняет Репчука И Антона Сирейко Вернул в игру Роландеса Алиева Фрейзер Забивает Оба броска И сразу же идет Отдыхать Вместо него В игру Вступает Сергей Попов 61-58 Плюс 2 Для хозяев И Скорее всего Последняя атака В третьей четверти Она будет За Ювентусом Алиев Не спешит Атаковать Смотрит он На счетчик Висконтас Допускает Пробежку Айдас Висконтас В той ситуации В которой Она была Недопустима Нервы Сказываются 61-58 6 секунд Для химика Мяч у Фрейзера Тот проходит Под кольцо Но немножко Не дорабатывает Кистью И что-то Сейчас С ногой У Брэндона Фрейзера Он Немножко Прихрамывает Но скорее всего Это ничего серьезного Вот он уже побежал Все хорошо И Счет у нас прежний 61-58 Команды Идут на Двухминутный перерыв И Отметим Что химика Опять Выходит Вперед У Брэндона Фрейзера 67% Реализация С игры Это 8 из 12 бросков Очень надежен Сегодня Американец Южненский Той игры Которую от него Все ждали Вот он Демонстрирует ее В этом матче Были у него Конечно же И провальные игры Как В чемпионате Страны Так и В Кубке Европы Фиба Но В очень важный момент Американец Все-таки Нашел себя И пусть это будет Сегодня в Южном Эдгар Желенис Сидит уже На 4 фоллах Это конечно же Весьма позитивный момент Для команды Олега Юшкина Но Мы видим Что Желениса Есть кому заменить Савлюс Кульвиетис Сегодня проводит Очень неплохой матч Классно работает Он Под кольцом Хотя Является Далеко не основным Игроком Ротации Итак Самое интересное Ключевой отрезок Игры Последняя Заключительная Четвертая Четверть Не будем Прогнозировать Ничего Так как В этой игре Высока Вероятность Овертайма Может быть Даже не одного Цена победы В сегодняшнем матче Очень высока И Игроком Смотрим Хороший Баскетбол В исполнении Команд Данис Бросает Средний В итоге Мяч Возвращается Ювентусу Висконтас Показывает Что нужен заслон Данис Отличный перевод Из глубины На Ленкевич И Мяч Перехватывает Сидоров Мчит под кольцо И забивает Илья Сидоров Что называется От берега К берегу В исполнении Ильи Сидорова И Разрыв счета Увеличивается До пяти очков Очередная Неточная Атака В исполнении Ювентуса И подбор Забирают Игроки Химика Александр Ревчук На Антипова Матчишоу Получает мяч Переводит На Сидорова Тот неплохо Загружает Антипова И Александр Антипов Набирает Очередные Два балла Для Химика 65-58 Химик Пошел В отрыв Тимша Действует Против Антипова И Фалит Последний И сейчас Весьма Красноречивая Дискуссия Происходит У Антипова С Олегом Юшкиным Точнее Не дискуссия А это Скорее всего Монолог В исполнении Хедкоуча Химика Вы знаете Таким Взвинченным И таким Импульсивным Олега Юшкина Я Не видел Даже Во времена Когда он работал Главным тренером Баскетбольного клуба Одесса Хотя там У него Поводов Для Такого поведения Было Ну хоть Отбавляй И так Видим Прессинг В исполнении Ювентуса Чуть не потерял Мяч Сидоров Но В итоге Разбивают Этот прессинг Юженцы И позиционное Нападение В данный момент Попов Почему-то Оказывается На паркете Роландас Алиев Тому Виной Зарабатывает Персональное Замечание Алиев Плюс 5 Для Химика Сидоров На Репчука В угол Налево Тот Нашел Зажали Того Данис И Димша И Мяч укатился За линию Репчук 7 секунд Для Юженцев На проведение Этой атаки Получает Мяч Антипов Репчук Нужно бросать Он это Делает И Нарушает Правила Во время Броска Раймонда Сданис В зале Гробовая тишина Очень важные Штрафные Которые Конечно же Нужно Забивать Особенно Александру Репчуку Сего-то Процентом Реализации И И он И он делает Это успешно Во всех Трех попытках И Плюс 8 Для Хозяев Смотрим За Атакой Ювентуса Баттерфилд Его просто Снес С ног Попов Здесь конечно же Еще и Гидиус Димша Там Постарался Дабы Вот так вот Попов Влетел В Баттерфилда Но тем не менее Владение Остается У Ювентуса Баттерфилд Там Я оговорился Конечно же Это был Шеван Льюис В предыдущем эпизоде Ну а здесь уже Спенсер Баттерфилд Ошибается И Мяч У Химика Александр Репчук Разгоняет Атаку Команды Сидоров Репчук Внутрь На Антипова Тот перевод на Сидорова Не стал бросать Илья Отлично Пробрался Он Поближе К счету Но не сумел Забить Флоутер Но отборолся На подборе Илья Сидоров Ай-яй-яй Досадная Плошность То ли Тут трудно Искать виноватого В этом эпизоде Факт в том Что Мяч остается У Ювентуса Хотя Как же Отборолся Сидоров На подборе Просто красавец Дальний бросок Выполняет Баттерфилд Не забивает И Сергей Попов Отдает На Сидорова Замедляется Атака Химика Антипов Вытягивается Один Сейчас Антипов Под кольцом Но Не видели его Южненцы Сидоров Совсем не точно Запускает Эту треху И Видимо Замена Готовится Сразу же Сидоров Идет Отдыхать На паркете Появляется Брэндон Фрейзер Пока Счет у нас Прежний 68-60 И Хорошо бы Чтобы он Оставался Таким И после Этой Атаки Алиев Перевод На Льюиса Желенис Опять Его дальний Бросок На этот раз Ему максимально Мешал Антипов Это принесло Свои плоды По плохой Траектории Пошел бросок Но в итоге Мяч возвращается Во владение Ювентуса 14 секунд Для литовцев Шавон Льюис Показывает Юшкин Что в углу Свободный Снайпер Опять Прозевали Но В который раз Прощают Литовцы Южненцев Не забивает Свободный Бросок Спенсер Баттерфилд А это уже Антипов Два с полом Александр Антипов Поймал он Желениса Нехитрым Движением А это значит Что Эдгар Желенис Идет отдыхать Тайм-аут Берет Наставник Антона Сирейко 67 70-60 Плюс 10 Для химика И Случился Очень важный Момент Который Может стать Переломным Можно поставить Галочку Химику То что Эдгар Желенис Выключен Из игры За 6 минут До Конца Четвертой Четверти И теперь Основная Нагрузка На борьбу Под кольцом В составе Ювентуса Ляжет на плечи Гидиуса Димши И Саулюса Кулевьетиса Также Им Может Помочь В этом Раймонда Сданис Но По нему Сказать Очень трудно Так как По позиции Он Числится Тяжелым Форвардом Но По росту Он Все-таки Немножко Тяготеет К позиции Третьего И Это все Что есть В распоряжении Антона Сосирейки В ротации В передней линии Антипов Забивает Свой Штрафной Делает тем самым Плюс 11 Для Химика Димша На периметре Паттерфилт Переводит На Алиева Димша Ставит заслон Отличная комбинация В итоге Свободный бросок Выполнял Льюис Подбор в нападении Забирает Димша Неплохая скидка На Кульвиетиса Который ошибается В передаче И мяч переходит К Химику Отличную игру в защите Продемонстрировала команда Олега Юшкина И нужно увеличивать Разрыв счетов Антипов Шоу Вытягивается к нему Хотя можно было бы уйти Шоу направо Дабы освободить место Антипову Для прохода Шоу Не сумел он забить В этом эпизоде Шавон Льюис Заводной Американский Защитник Делает неплохой пас На Кульвиетиса Нет Извините Это Гидиус Димша Набирает Своё Десятое очко А это Антипов Бьет издали И мяч уходит в аут В очень выгодной позиции Находился Антипов Конечно же Здесь его винить За Выполнение этого броска Ни в коем случае не стоит Все-таки он бросающий Большой Тем более Там Был подбор В лице Мэтью Шоу Но бросок пошел По такой Отскок Пошел по такой Высокой траектории Что мяч Улетел в аут Итак Шавон Льюис Пытается пройти Репчука И судьи дают Фол Последним он Четвертый Для Александра Ничем не запомнился Александр Репчук Сегодня кроме Вот таких вот Фолов В непонятных ситуациях Идет он отдыхать Спенсер Баттерфилд В составе Ювентуса На паркете Шавон Льюис Оказался на паркете В результате Этого прохода И Мяч будет у Игроков из Южного Вы знаете Такой динамичный матч Что Даже Как-то Не было возможности Рассказать о В принципе О команде Ювентус О городе Утена Из которого Они приехали Ну Надеемся Что В результате Этой игры Как одна Так и другая Команда Каким-то образом Пройдут В следующий этап И еще Встретятся Димша Тем временем Зарабатывает Четвертый флоп Для себя И Антипов В очередной раз Заходит На линию Штрафных бросков Сегодня С линии Он не мажет А это Виталий Степановский И Олег Юшкин Дают установки Брэндону Фрейзеру Пользуюсь этой паузой Вот Немножко Сглазил Я Антипова Он промазал Во второй попытке Баттерфилд Бульвейтис Баттерфилд Отличная Комбинация В исполнении Вентуса Команда Андернаса Сирейки Демонстрирует Сыгранность 72-64 Три минуты С маленьким Хвостиком До конца Четвертой четверти Фолл Саулюса Кульвейтиса На Попове Второй Для Саулюса На флажке Находится Эгидиус Димша Следующее Персональное Замечание Для него Будет Роковым И тогда уже Совсем проблем Не должно быть У Химика Боролся На подборе Антипов И тем самым Заработал себе Персональное Замечание Игра перемещается На сторону Химика Эгидиус Димша Будет выполнять Штрафные броски Замена У Ивентуса Роланда Салиев Меняет Льюиса Зал Конечно же Всячески Попытается Помешать Центровому Результативно Выполнить броски Вот В первой попытке Это удается Эгидиус Димша Сегодня Много играет В принципе Как и в каждом матче Своей команды Больше 30 минут Он проводит В среднем В игре Владимир Конев Его зажимает Линкевич Мяч Фрейзера Тот переводит На Антипова Тот бьет Треху Не забивает Антипов И Контратака Могла бы быть В исполнении Ивентуса Но Темп игры Замедляется И Кульвиетис Бьет Треху В лоб Не точно И куда-то Совсем далеко Улетает Эгидиус Димша Скрылся Он из виду За рекламным Щитом Очередная Неудачная Атака Для Литовцев И Владение Химика Фрейзера Зажимают В прессинг Он Разбивает Пасом На мэтч Ушел Мяч Переходит Коневу Опять У Фрейзера 2,5 Минуты Очень Важные 2,5 Минуты Для Химика Конев Работает Спиной Против Алиева Сбрасывает На шоу Тот перевод На Фрейзера Тот Трехочковый Бросок Забивает Брэндон Фрейзер И Совершенно Спокойный Возвращается В защиту Это Уже Заявка На победу Линкявич Трудные 2 балла Для него 76-67 Конев Вводит Мяч На Фрейзера Тот Переводит На Попова Сергей Констрактивно Кроме Как отдать Бас Льюису Но тот Возвращает Линкявич На периметр Не забивает Мартинос Бас И И Вот Только Спенсер Баттерфилд С 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 Немножко сокращается Разница Но Преимущества У Хозяев Довольно Комфортные За минуту 10 До конца 4-й 10-ти Минутки Ее нужно Эту минуту Нужно Провести Команде Олега Юшкина Максимально Сконцентрировано Ну а Что же Касается Ювентуса То Антона Серейка Сейчас Скорее всего Будет идти Ва-бан Других Вариантов У него Нет Бан Или Пропал Итак Дим Шалинкевич С Баттерфилд Льюис И Данис Это пятерка Ювентуса Бросающая Пятерка Да В принципе Любая Пятерка В составе Ювентуса Будет Бросающей Но Это Я бы Сказал Бросающие Максимально Не хватает Конечно же Еще Здесь Айдаса Висконтаса Который Также Отвечается Хорошим Дальним Броском Итак Фрейзер Отлично Брэндон Фрейзер Очень Хладнокровно И Максимально Просто Набирает Эти два Очка Баттерфилд Пытается Обыграть Конева На видении И Фалит Владимир Конев Не успел Он за Юрким Защитником Ювентуса Хотел Выбить У него Мяч Сзади Должен Забивать Спенсер Баттерфилд Этот бросок Во второй Попытке Он точен Плюс Восемь Для Химика За Сорок Семь Секунд Мэтью Шоу Прессинг Репчук На свободного Конева Тот борется Под щитом Но не забивает Подбор нападений Но выпускает Мяч Владимир Конев Но это Максимально Затягивает Атаку Химика Льюис Бросок В переднюю Душку Опять Проход Шавон Льюис Баттерфилд Освобождается От одного Бросает Через второго И Репчук Убегает В быстрый Отрыв Александр Репчук Не забивает Этот быстрый Отрыв Ну как же так Ленкевич Ус Воспевает Свалить Александр Антипов Но В принципе Эти Штрафные Будут Просто Бросками Престижа Для Ювентуса Остается До конца Матча 4 секунды Я буду Уже Говорить С уверенностью Что до Конца Матча Потому что 8 очков Химик Летет В данный Момент Ну и Мартина Слинка Еще Как-то Не Уверенно Выполняет Эти Штрафные Броски Но таки Забивает Оба Репчук Прессингует Ювентус Фрейзер Получает Мяч И не Фалит Шавон Льюис Перевод На Мэтч Шоу И Тот Забивает Судья Показывает Что этот Мяч Засчитывается 80 72 С таким Счетом Завершается Сегодняшний Матч А это Значит Что Баскетбольный Клуб Химик Из города Южный Выходит В следующий Раунд Соревнований Кубка Европы ФИБА Мы Конечно же Поздравляем Не будем Говорить Южнский Будем Говорить Украинский Клуб С этим Событием И Будем Конечно же Ждать Следующего Матча Он Состоится В следующую Среду Но Как таковой Никакой Уже Никакого Влияния На Расположение Сил Что касается Химика Он Не несет Итак На этом Будем Завершать Наш Репортаж Матч Для вас Комментировал Богдан Бортницкий Увидимся Субтитры 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 Субтитры